Сергей, первый магазин формата на лету у вас открылся прошлой осенью. Как сейчас обстоят с ним дела? Неплохо. Мы находимся в зоне тестирования и смотрим на первые результаты, которые нас достаточно обнадеживают. По результатам пилотирования этого магазина мы приняли решение открыть еще один магазин, который будет открыт буквально в следующие пару недель. И до конца года, я думаю, что мы откроем, наверное, в районе еще трех-четырех магазинов, посмотрим на их результаты, потом будем принимать уже решение о масштабировании. Речь пока про столицу идет, да? Да, магазин, который мы откроем в ближайшую пару недель, он будет открыт в районе Хадынского поля. Он будет двухэтажный. Следующие пару магазинов тоже будут открыты в столице. Но точно так же мы планируем и посмотреть на работу магазинов в региональных городах. Что показал пилотный запуск? Пришлось ли вам как-то доработки какие-то вносить? Какие-то, может быть, технические сложности возникли? Как если были, то как с ними справлялись? Что было? Что потребовалось дорабатывать? Да, вы знаете, конечно, были технические сложности. Это достаточно инновационный магазин. Это первый магазин подобного рода в России, в принципе, который был запущен. Когда мы осуществляем продажи для наших гостей в магазине без продавцов. И, знаете, мы запускали его, как вы сказали, осенью. И, например, первая вещь, которую мы заметили, это то, что зимой нашим гостям было несколько неудобно доставать мобильный телефон, чтобы приложить QR-код ко входу. Поэтому мы доработали наше приложение так, чтобы можно было заходить в магазин без того, чтобы доставать телефон на морозе. Вот дальше что? Нам удалось, например, сократить время покупки. Вначале она занимала где-то в районе 5 минут. После этого нам удалось сократить это до 3,5 минут время покупки. За счет чего? За счет более выверенного расположения товарных групп. Вот если говорить, например, о товарах, то мы тоже пересмотрели подход к тому, какие товары представлены в этом магазине. С большим фокусом на готовую еду, на кофе, на свежевыжатый сок и на быструю покупку. Какие технологии, которые, в принципе, у вас раньше в сети не было, там вы начали применять? Или, может быть, начали очень активно применять? Вы знаете, технологии, которые мы применяем в этом магазине, они, по большому счету, некоторые из них, они были полностью разработаны, полностью инновационно разработаны для этого магазина. Например, такие, как интернет вещей, АОТ, АИОТ. Дальше мы, например, все ценники в этом магазине электронные, но эта технология была у нас уже опробирована на других магазинах Пятерочка, но транспонирована именно в Пятерочка на лету. Все пространство магазина находится под наблюдением видеокамер, что позволяет нам быстро реагировать на то, что некоторые товары попадают out of stock, и мы можем быстрее принимать решения об их пополнении. Большинство этих технологий, кстати, разработаны внутри X5 Retail Group, внутри нашего инновационного подразделения. И еще, что хочется сказать, то, что круглосуточная система видеонаблюдения, которая там находится, она позволяет нам мониторить ситуацию внутри магазина, и которая также поддерживается круглосуточным чатом и горячей линией. Покупатели вообще быстро разобрались с тем, как это работает? Вы знаете, зависит, зависит. Некоторым покупателям нужно было немного больше времени, чтобы разобраться. И что оказалось для нас в какой-то степени неожиданностью того, что мы думали, что этот магазин будет пользоваться большей популярностью у молодого поколения. Но то, что мы заметили, это что более зрелые покупатели, знаете, не остались в стороне и тоже очень быстро поняли, как это работает. И почему? Потому что система достаточно интуитивно понятна, хорошо сделана и легка в использовании. Ну, плюс мы ставим большой фокус на то, чтобы эту систему постоянно дорабатывать, вот как я чуть ранее сказал. А сколько у вас пользователей появилось, скажем так, вот, и как много из них, ну, наверное, кто-то зашел ради интереса все-таки. Прикольно, когда такое появляется. Кто, вот сколько осталось постоянных, тех, кто постоянно пользовался магазином, посчитывали вы как-то? Да, в магазине, постоянным пользователям это магазин, у нас, как я сказал, пока один магазин, он находится в районе Испанские кварталы на бульваре Веласкеса. Это 1700 пользователей, которые, радиус действия этого магазина, это 5000 домовладений, и всего у нас было скачано 25 тысяч приложений «Пятерочка на лету». Ну, вот вы уже сказали, что вам пришлось там расширить категорию готовой еды, то есть в целом подразумевается, что для каждого открытия вы будете как-то подгонять свой ассортимент. На какие локации вы ориентируете, чтобы открывать следующий магазин? Вам что нужно? Вам нужен жилой, живой район, который с большим трафиком? Или как вы это? Или какие-то, может быть, отдельные офисные здания? Как вы это смотрите, рассматриваете? Мы смотрим, прежде всего, на локации с достаточно большим трафиком, локации такого, знаете, урбанистического расположения, офисы, жилые кварталы, где большой трафик и где мы предполагаем, что у гостей будет спрос именно на быструю покупку, на готовую еду, на напитки, кофе, свежевыжатый сок и так далее. И вот наши следующие локации, о которых я говорил, они как раз будут открыты именно в таких местах. Если поговорить еще про технологии напоследок, то какие сейчас цифровые сервисы, технологии вы внедряете не только в пятерочке на лету, но и в других форматах? Вы знаете, пятерочка все больше и больше цифровизируется. Под капотом нашей компании находится достаточно много цифровых технологий. Это технологии, основывающиеся на больших данных, на анализе больших данных, и то, что мы называем Data-Driven Analytics. Аналитика, которая помогает, мы дальше подразделяем на предиктивную, прескриптивную, то, что нам позволяет анализировать прошлые данные и на основе этих данных принимать определенные решения. Например, мы запустили продукт CVM, Customer Value Management, который позволяет нам анализировать предыдущую динамику поведения наших гостей и, основываясь на этом поведении, делать очень точечные, правильно рассчитанные коммерческие предложения. Именно то, что вам, как покупателю, нужно. Например, мы можем видеть, что по вашим паттернам потребления вы покупаете, например, шампанское, игристое вино, но при этом вы не покупаете конфеты. Но по анализу людей, похожих с вами по социо-демографическому профилю, мы видим, что люди, похожие на вас, возраст, пол, семейное положение и так далее, они, когда покупают игристое вино, то в большем количестве случаев покупают конфеты. И здесь мы видим, что есть какая-то несоосность и мы можем сделать вывод, что есть какая-то причина, по которой вы не покупаете у нас эти конфеты. Может быть, в другом месте покупаете, может быть, вам не нравится, вам лично не нравится ассортимент. То есть, здесь две вещи, которые мы сделаем. Первое, мы вам предложим купить у нас эти конфеты, возможно, со скидкой, персональной промо. И второе, мы свяжемся с вами через инструмент нашей обратной связи для того, чтобы понять, что вас не устраивает в нашем ассортименте. Это то, что мы называем CVM. Далее, я сейчас сказал немного об обратной связи, и это действительно тоже большая цифровая инициатива, у которой у нас есть компания. Мы ее запустили достаточно недавно, но на нынешний момент уже более 4 миллионов наших гостей оставили более 140 миллионов отзывов, которые позволяют нам оценивать наш ассортимент, принимать решение о выводе этого ассортимента, замене ассортимента, а также определенной смене состава этого ассортимента. Мы недавно общались с производителями шоколада, и по отзывам наших гостей, с их точки зрения, было недостаточное количество какао в шоколаде. Мы связались с производителем шоколада, и основываясь на нашей дискуссии, они, производители, поменяли состав шоколада для того, чтобы больше удовлетворять потребностям наших гостей. Точно так же мы запустили цифровые продукты с точки зрения управления ассортиментом, ценообразованием, то есть все то, что находится под капотом нашей «пятерочки». Вторая часть цифровизации – это то, что направлено на наших гостей, то, что люди видят, покупатели видят снаружи. И ярким примером здесь является, например, мобильное приложение или сервис экспресс-доставки, когда мы используем магазин «Пятерочка» в качестве мини-фулфилмент-центра. И мы запустили этот сервис в начале прошлого года, когда мы в день доставляли в районе 300 заказов. Сегодня мы доставляем 30 тысяч заказов, то есть за год мы выросли более чем 100 раз. Это очень хороший результат. Мы желаем вам и дальше добиваться таких же впечатляющих цифр. Спасибо большое, что вы нашли время к нам. Спасибо большое. Спасибо.